На телеканале Кубань 24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. На следующей неделе в Сочи для отельеров проведут тренинг. Организация работы отеля по системе «Все включено». Представители Минкурортов Краснодарского края, региональные туроператоры, работники гостиничного сектора поделятся успешными практиками создания таких систем и обсудят опыт продаж туров в отеле All Inclusive. Также на этой деловой площадке с привлечением специалистов Минсельхоза Крайового департамента потребительской сферы рассмотрят вопросы взаимодействия гостиниц и отелей с кубанскими производителями продуктов и напитков. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с прошлого года на курортах региона ведется внедрение стандартов по системе «Все включено». В этом году количество гостиниц и отелей, работающих по такому формату, увеличилось на 40%. Система «Все включено» появилась около 25 лет назад. Чаще всего такой формат можно встретить на курортах Турции и в странах Карибского бассейна. Система изначально включала стандартное питание, потом были добавлены напитки и алкоголь. Появилось питание 24 на 7 разного типа. Со временем были добавлены развлечения, включены в стоимость такие сервисы, так же как система питания, напитки, анимация, тренажерный зал, спа и пользование спортивными объектами. Многое другое зависит от конкретного отеля. Формат «Все включено» популярен не только среди любителей пляжного отдыха. Например, горнолыжные отели часто включают в список пропуск на подъемники, занятия с инструктором, аренду снаряжения. Один популярный туристический сервис решил выяснить, за что россияне любят систему «Все включено» и вот как распределились голоса. Больше половины сказали, что им нравится прогнозируемость расходов на отдыхе. Третье, что не нужно выходить из отеля в поисках еды. 15% устраивает большой выбор еды и напитков и 4% неограниченный доступ к бару. Быть ли ол-инклюзиву в Краснодарском крае поговорим в этом часе. У нас в студии заместитель начальника управления развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов Министерства курортов туризма олимпийского наследия Краснодарского края Сергей Сергеевич Никифоров. Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли. Сергей Сергеевич, уже не первый год Министерство курортов занимается внедрением системы «Все включено». Насколько успешно? На какой стадии вы сейчас чем занимаетесь? В прошлом году, правильно сказать, по поручению губернатора В. Кондратьева, мы разработали методические рекомендации. Отмечу, что таких стандартов в мире нигде нет, ни в одной стране. То есть каждый отель, каждый собственник средств размещения самостоятельно определял, что такое система «Все включено». Мы впервые разработали такие методические рекомендации. В целом, расскажу о них, это включает питание. Правильно сказали, в принципе, у всех ассоциируется система «Все включено» сразу с питанием. Но здесь обязательно, мы считаем, должно быть дополнительные услуги, включен досуг туриста, размещение. То есть это комплексный пакетный тур для туриста. Если говорить о питании в нашу систему, мы рекомендуем организовывать ее с учетом шведского стола. То есть трехразовое питание по системе «Шведский стол». Дополнительно должно быть также предусмотрено поздний завтрак, поздний ужин. То есть по питанию отдельная история, и они должны соответствовать обязательно всем нормативам и ГОСТам, которые установлены на территории Российской Федерации. То есть это стандарт 24 на 7, что можно в любое время поесть? Нет, мы рекомендуем, нет, нет, не везде, для системы «Все включено». У нас есть еще «Ультра» «Все включено». Вот мы разделяем такие понятия «Все включено» – это в определенное время «Ультра» «Все включено» круглосуточно, должно быть организовано питание. Кроме этого, я хочу акцентировать еще, должен быть обязательно досуг туриста. То есть приезжая не просто питаться, он должен чем-то заниматься. То есть должны обязательно работать анимационные программы, как для детей, так и взрослых. Могут предоставляться бесплатно СПА-услуги. Обязательно, на наш взгляд, услуги по использованию бассейна. То есть возможно, при лечении и выезда на турмаршруты, на объекты турпоказа, так же, чтобы постоянно не находился турист на территории только отеля, можно уезжать, показывать, что так же. Вы сейчас перечисляете вот эти требования, и я сразу так понимаю, какое количество отелей отпадает. Там спа нет, бассейна нет. Акцентирую, это не требование, это рекомендация. Это минимальный набор услуг, на наш взгляд, которые мы считаем должны быть включены в комплексные пакетные туры. Дело в том, что изначально, когда турист покупает путевку, он не понимает, все включено, а что включено. То есть мы прописали минимальные рекомендации, что включать в эту путевку. Необходимо, если мы заявляемся, что отель использует, все включено. Потому что много случаев было выявлено, что заявляется, что все включено, а на самом деле, по факту, там пансион, а даже и полупансион. То есть не совсем не то, что хотели бы видеть наши туристы, которые также выезжают на территории зарубежных стран и видят, какой там сервис и какое качество услуг. То есть, скажите, Сергей Сергеевич, если вдруг какой-то отель не выполняет вот этих рекомендаций Министерства курортов, значит, он не может уже рекламировать себя, как отель по системе «Все включено»? Требование законодательно не закреплено. Это наши рекомендации. Здесь конкурентная среда только. Кто лучше выполняет эти условия, тот, соответственно, турист выберет именно его. Тут экономика. Отели готовы выполнять рекомендации Министерства? С отелями проработаны. В принципе, это изначально и родилось. Когда к нам обращаются отели, говорят, у меня такой перечень услуг, у него гораздо ниже, и тоже, говорит, все включено. Вот если бы какой-то стандарт, чтобы мы все потянулись, от чего-то отталкивались при сравнении наших услуг и качества. То есть сейчас, если говорить, у нас не так их много, как мы считаем, 43 отеля порядка работают по системе «Все включено». Но по сравнению с прошлым годом, правильно отметили вы в начале передачи, что рост на 40%. И мы ожидаем, что в дальнейшем это будет больше и больше, потому что это востребовано. Что подтверждается, в принципе, скажу, вот в период, в пик сезона эти отели мы проводили мониторинг, они практически на 100% загружены. Свободных мест нет, надо заранее, практически за месяц бронировать туда места. В межсезонье немножко ниже, но это порядка 90%. Если сравнивать отели, которые используют систему «Все включено», да, аналогичную «звездность» взять без такой системы, то разница порядка по загрузке порядка 30-40%. То есть они менее загружены, в низкий даже сезон, если говорить. Я слышал такое мнение, что они гораздо дороже, что они очень дорогие отели. Ну, может быть, они загружены, но определенные категории людей, которые могут себе это позволить. По цене также мы смотрим, мониторим эту ситуацию. В пик сезона, я скажу, цены, если говорить о трех звездах, где-то от 7 тысяч в сутки на двоих, да, зависит тоже от уровня проживания, то есть тоже ранжируется все это. Четыре звезды, это уже порядка 11 тысяч, пять звезд, где-то от 16 тысяч. Но также в период межсезонья цены до 50% ниже. В трех звездах можно поселиться вдвоем за сутки уже от 3,5 тысяч, в четырех звездах где-то от 7 тысяч уже, пять звезд все-таки это уровень, это обычно сетевые компании, здесь где-то от 11 тысяч в сутки на двоих. К нашему разговору присоединяется гендиректор группы компании Андерсана Евгений Моисеевич Бромберг. Евгений Моисеевич, здравствуйте, добрый день. Добрый день. По вашей оценке, готовы ли наши отели переходить на систему «Все включено» или в наших реалиях это будет сложно? Потому что, насколько я знаю, в Турции государство как-то поддерживает, субсидирует всю эту систему, поэтому у них так оно все развито и не очень дорого. Я думаю, что если сравнить с Турцией, в Турции имеется в принципе система господдержки туризма как такового и у меня нет сведений, что Турция именно поддерживает систему «Все включено». С точки зрения готовности отелей применить эту систему, это индивидуально, потому что для того, чтобы быть готовым применить эту систему, нужно, чтобы у отеля были определенные возможности. Это инфраструктура развитая, в первую очередь территория, ну и, естественно, квалифицированный менеджмент. Больше для того, чтобы перейти на систему «Все включено», ничего особенного не нужно, дополнительных существенных материальных затрат при наличии развитой инфраструктуры там производить не приходится. Ну, для отеля это выгодно? Да, там, где этот формат действительно реализован грамотно, и там, где этот формат имеет право на существование, а это в первую очередь отели достаточно большой емкости, то это, безусловно, выгодный формат. Евгений Алексеевич, а что вы имеете в виду формат реализован грамотно? Основные критерии грамотности формата All-Inclusive? Во-первых, этот формат сбалансирован под уровень отеля. То есть, если это отель 4 звезды, то, соответственно, затратная часть на эту систему должна быть ниже, чем для отеля более высокого уровня. Это сказывается и в наборе дополнительных услов, включенных в систему, и к уровню питания, к уровню алкогольных напитков. Ну, в первую очередь это. То есть, это всегда экономическая модель, которую нужно просчитывать, и для этого нужно обладать компетенцией на определенном. Вы еще сказали, что и персонал должен быть другой. Неужели там должен быть менеджер на ресепшене отеля All-Inclusive отличаться от менеджера обычного отеля? Ну, про персонал, если я и сказал, то я имел в виду именно менеджмент. То есть, это высшее звено. Оно, в принципе, разрабатывает это и внедряет систему. Администратор как работал, так и работает. Просто, информируя гостя, он должен четко представлять весь набор услуг, информировать гостя именно о тех услугах, которые в данном отеле. Но это принципиально ничем не отличается от работы в другом формате. Евгений Максимович, спасибо. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Сергей Сергеевич, очень много тонкостей. И, мне кажется, нашим ательерам, которые только начинают работать в этой системе, у них очень много вопросов. Я так понимаю, что как раз Министерство курортов для этих целей и проводит семинар на следующей неделе в Сочи. Все правильно, абсолютно верно. Мы оказываем и менеджерскую помощь, и в течение года оказывали. Кто обращался к нам по стандарту внедрения, связываемся с экспертами. Что касается нашего семинара, то мы планируем 23 ноября в рамках международной туристской выставки СИФТ провести такой семинар. В нем будут примут участие руководители лидирующих предприятий отрасли, которые уже внедрили эту систему. И расскажут, каким образом она у них функционирует. Какие тонкости и нюансы есть в каждом средстве размещения. Мы разделили по уровню звездности, то есть будет отдельно рассказано, как это внедрено на средство размещения 5 звезд, 4 звезды и 3 звезды. Отдельно акцентируем внимание, как организуется досуг, то есть анимационные программы. И хотим обратить внимание на то, что максимально использовать продукцию кубанских производителей при этой системе. Будет организована презентация. Мы еще об этом поговорим. А какой вы отдачей ждете, что в следующем году еще на 40% будет больше отелей? Безусловно, процент мы не прогнозируем, правильно было сказано. Потому что не каждый отель может применить эту систему. Это крупные отели и, как эксперты говорят, это где-то от 100 номеров. Номерной фонд такой должен быть. Должна быть большая развитая территория, инфраструктура, желательно несколько бассейнов, несколько баров, ресторанов, то есть точек питания. То есть изначально вопрос упирается в инфраструктуру. То есть если отель ее не имеет, то он практически не сможет внедрить, то есть будет работать по той системе, которая сейчас действует. А вы, разрабатывая вот эти рекомендации для наших отелей, наша кубанская получается, да, all inclusive, потому что это только наши рекомендации, везде они разные. Вы ориентировались на чей опыт? Мы изучили и международный опыт, советовались, консультировались с ательерами, с ассоциатами рестораторов-тельеров, то есть нашими кубанскими, с Ростуризмом также проговаривали. Здесь отметить, что мы направили эти рекомендации и в Ростуризм, и в правительство с целью их тиражировать. Они были разлосаны в другие субъекты, чтобы те тоже посмотрели. В принципе, положительные отзывы уже получены от них. Но они не утверждены, вот что хочется сказать, что они погадают. Да, да, вы подчеркиваете не первый раз, что это рекомендация, а не требование. Тем не менее, самые большие опасения отельеров, вот они с чем связаны? Что это не окупится, что это будет невыгодно или какие-то другие? Некоторые, да, переживают, что не окупаются. Но я же говорю, здесь зависит от номерного фонда. Как оценят эксперты, то есть минимум 100 номеров должно быть, от которых можно рассматривать вопрос внедрения этой системы. Ниже практически неэффективно, экономически неэффективно внедрять. Но я вот честно признаю, что я был в одном отеле, там было порядка 20 номеров, очень маленькие отели, там была система, все включено. Ну, оценка, оценка экспертов. В принципе, и как мы сейчас слышали, тоже это номерной фонд, это стоит в априори. Просто экономическая модель. Если сам собственник смотрит, какой набор услуг, что включает в питание, если это экономически эффективно, то есть, возможно, увеличивается цена тура на 500 рублей, но за счет увеличения турпотока он увеличивает прибыль, то, конечно, целесообразно внедрять такую модель на предприятии. Но для туриста это тоже хорошая заманка, да? Когда он видит, что отель по системе все включено, то он в любом случае в приоритете. Я уже ранее сказал, что загрузка у таких отелей в период 100% в межсезон 90. Хочу также отметить, есть такое исследование, что 95% российских туристов, которые выехали на территорию Турции, они выбрали именно отель из системы все включено, только 5% размещались в других средствах размещения. Вы уже начали говорить о продуктах питания, то есть это будет отдельный разговор, так понимаю, на семинаре. С нами на связи сейчас начальник отдела экономического мониторинга инвестиций и госпрограмм Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Елена Васильевна Кочегарова. Елена Васильевна, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Елена Васильевна, Департамент потребительской сферы на вот этом семинаре для отельеров по системе All-Inclusive. Вы о чем будете рассказывать и какие тренинги проводить? Чем вам интересен этот формат? В рамках форума 23 ноября будет проходить тренинг-семинар. На тему организации работы отеля по системе все включено. И в рамках этого семинара выступит наш заместитель руководителя департамента, Александр Михайлович Кузнецов. Он будет рассказывать об итогах конкурса, сделанного на Кубане, о предложениях, которые сегодня имеются у кубанских производителей для отелей, работающих по системе все включено. И в рамках выступления пройдет презентация продукции победителя краевого конкурса. И свои продукции будут презентовать непосредственно представители компании-производителей вот этих вот товаров. То есть, с одной стороны, вы помогаете и производителям, и, собственно, и отельерам найти друг друга? Да. То есть, окончательная цель, чтобы во всех отелях, гостиницах, то есть, во всех объектах размещения Азова-Черноморского побережья была представлена кубанская продукция. Потому что вот те же полотенца, постельное белье, наборы для душа, пары, все это наши производители могут самостоятельно выпускать в достаточном количестве. И часть этой продукции уже участвовала в конкурсе делала на Кубани. И, пройдя жесткий отбор, мы с уверенностью можем сказать, что товары соответствуют самым высоким требованиям к качеству и безопасности. И мы можем их представлять в отелях. И сейчас главная задача у нас познакомить производителей качественной продукции с отельерами. Они уже между собой самостоятельно определяют, какая продукция необходима, в какой упаковке ее производить. В целом определяют дальнейшую форму и цельсообразность сотрудничества. Чтобы просто понимать, да, то есть это не просто кубанская продукция, это кубанская продукция лучшего качества, да? Это самая качественная продукция со знаком сделан на Кубани. Насколько жесткий отбор? То есть действительно ли огромная конкуренция для того, чтобы получить этот знак? Конкуренция достаточно большая. То есть не все желающие участвовать в этом конкурсе получили такую возможность. Не все сдали там полный пакет документов для конкурса. Поэтому и сам отбор был достаточно жесткий. То есть мы с уверенностью можем сказать, что победители этого конкурса действительно самые лучшие и качественную продукцию производят. Елена Васильевна, спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Но мне кажется, это вполне логично, да, что в отелях Краснодарского края должна быть продукция Краснодарского края. Конечно, экономически выгодно, потому что не несут такие транспортных расходов на поставку этих продукций. Оно здесь произведено, здесь поставлено. И что важно отметить правильно, это качество этой продукции. А получается вот без вашей помощи, без помощи департамента, им сложнее найти друг друга? Это дополнительные стимулы. Люди знакомятся, люди общаются, расширяются круг общения. И узнают, как. Многие фирмы и не знали, что на территории производствует ли вы продукция. Что производится вино формата для мини-баров, например. У нас сейчас уже выпускают в мини-таре вино. То есть мы хотим, чтобы познакомились с полным ассортиментом той продукции, которая у нас производится. И мы заместили соответствующую импортную продукцию. Какие планы у министерства, может быть, на следующий год по продвижению системы All-Inclusive? Еще наверняка же какие-то будут и мероприятия, и тренинги. Конечно. Хочу отметить, что предприятие, внедряя в систему все включено, она повышает не только свою конкурентоспособность, но в целом повышает конкурентоспособность и туристскую привлекательность курортов Краснодарского края. Но помимо системы все включено. Мы также большое внимание уделяем развитию пляжного отдыха, потому что это неотъемлемая часть всего повышения стандартов. Мы работаем над этим. Кстати, также нам разработаны эти метрические рекомендации по внедрению. В этом году прошел эксперимент. Мы внедрили на части территории уже эти метрические рекомендации. Выявили уже успешную практику 27 пляжных территорий, которые полностью соответствуют качеству и сервису. В дальнейшем этот опыт разрешируем на всю территорию Азоо-Черноморского побережья. Спасибо, спасибо огромное. Будем надеяться, что все получится. Нам очень хочется отдохнуть на наших курортах по системе. Все включено, но недорого. Спасибо, спасибо огромное, что к нам пришли.